дорогие друзья здравствуйте добро пожаловать на мой канал меня зовут светлана ну что мои дорогие вчера мне исполнилось 70 лет не верится абсолютно в эту цифру но факт есть факты от паспортных данных никуда не уйдешь но в то же время абсолютно другое состояние души конечно не на 70 лет гораздо моложе я хотела бы в первую очередь поблагодарить моих дорогих подписчиц которые я не знаю откуда узнали но вчера с утра были поздравления на электронную почту и на канале я немало была удивлена потому что я официально не оглашала дату своего рождения но вот как бы все получилось так как получилось девочки большое спасибо спасибо огромное за пожелания которые вы выразили мне мне это очень приятно приятно вдвойне потому что как я ответила не одной из моих подписчиц хотя наше знакомство виртуальное но мы уже с некоторыми подписчицами стали настолько близки что но мы можем как бы общаться вот так близко спасибо большое за поздравления за пожелания за подарки обязательно покажу потому что один из подарков очень большой и этому будет посвящено отдельное видео а сегодня я хочу вот о чем рассказать и показать несмотря на возраст все равно остаются какие-то желания которые исполнение которых конечно же принесет удовольствие радость частичку тепла в сердце улыбку и просто отдохновение какое-то но и для меня это естественно парфюмы и у меня много подарков во первых вчера удивилась сколько моих бывших клиентов как они вспомнили что у меня день рождения не знаю но поздравления и по телефону и на ватсап были очень активны и всех все всех благодарю всех люблю а переходим к подаркам во во первых я давно мечтала собрать коллекцию от роберта ковали парадиса и зимой я показывала я приобрела парадиса азур очень красивый парфюм еще лучше еще краше флакон и вчера у меня появились теперь еще в коллекцию два парфюма от роберта ковали из этой линии парадиса салюта показать лучше чтобы не отсвечивала вот этот и просто радису вскрывать буду потом те кто со мной давно знают что я могу очень долго терпеть и не открывать но думаю что теперь есть абсолютно хороший повод рассказать об этих парфюмах с которыми я не была еще знакома следующий подарок и это исполнение моего желания по моему он появился где-то в конце девяностых годов и это органза у меня есть от кутюр и вот теперь у меня есть органза я очень довольна буду разнашивать ее и будут также вам показывать еще новый парфюм и не было у меня никогда это жемчужины от лалик надеюсь что это очень красивый парфюм потому что я уже рассказывала и показывала у меня есть несколько парфюмов от лалик в коллекции и вот еще один и еще один лалик это сатин у меня отливант был я заказывала и по-моему я даже рассказывала но вот теперь полноразмерный флакон вот такой сатин никогда в моей коллекции не было парфюмов от трусарди и вот теперь у меня есть майнейм мое имя надеюсь мне понравится этот парфюм я почитала пирамиду очень красиво и я думаю что мне прям вот это все очень понравится и самый большой подарок это исполнение вообще моей мечты это парфюм и пик вот амуаж он потрясающий он красивейший он настолько восхитительный но позволить себе я не могла но вот теперь у меня в коллекции он есть вот такие подарки и это не все еще подарки я еще не сделаю одно видео о подарках и хотела бы немножечко еще рассказать вот о чем мне одна подписчица задала вопрос я смотрю ваши видео и мне очень близок ваш стиль ваш выбор одежды скажите пожалуйста это на это повлияла ваша работа судьей или каким-то другим образом вы к этому пришли нет конечно же работа судьей не повлияла на это а повлияла на все моя тетя родная сестра моего папы я уже как-то рассказывала что у меня брат был инвалидом с детства и мама не могла уделять столько времени мне чтобы ходить в театры в какие-то музеи и поэтому практически все мое эстетическое воспитание легло на плечи моей тети она была одинокая нет кавалеры у нее были это мне хорошо известно но она человек с исключительным вкусом очень воспитанная образованная и начиная буквально лет наверное с 6 7 она меня стала приобщать к театральной деятельности мы ходили с ней в театры а поскольку саратов это высоко культурный центр в саратове в то время было 6 театров театр оперы и балета имени черношевского драматический театр имени карла маркса театр юного зрителя театр оперетты театр кукол в общем было так сказать пространство где развернуться и каждую субботу я подходила к заводской проходной до двух часов в субботу работали тогда предприятия и мы с тетей обязательно ехали в какой-то из театров таким образом таким образом вернее в связи с этим формировался мой вкус так скажем к одежде именно к вечерней то есть в театр ходили тогда надевай лучшее платье для этого были специальные чулочки в театр ходили обязательно со сменной обуви это были туфельки это были банты а у меня были длинные косы и поэтому вот это все формировало вкус и эстетику как надо идти в театр и для меня очень долго было непонятно когда уже во взрослом возрасте я провинциалка приезжала в Москву и шла в театр а в театр приходили люди в джинсах в сапогах не переобуваясь не приукрашивая себя ну вот а в саратове было по-другому кроме того ну она меня водила из сейсного музея и в саратове есть музей имени Радищева это художественная галерея где находятся шедевры русской классики и зарубежной и когда ты приходишь в музей соответственно ты тоже должен быть ну подобающе одет и ну вот это стало уже просто принципиальным что в субботу я должна была выглядеть исключительно по всем канонам и я конечно благодарна тете за это потому что в первом классе буквально ну я не знаю может быть после первой четверти она меня отвела и записала в так называемую массовую библиотеку в которую я ходила еще даже учащись потом в институте в библиотеке требовалось ну в читальный зал требовалось соответственно выдержка не шуметь вести себя корректно библиотекарю задавать вопросы полутоном чтобы не мешать другим и это вот что называется со временем стало безусловно просто привычкой и до настоящего времени я не представляю чтобы я пришла в какое-то общественное место в какое-то заведение и там говорила в полный свой голос хотя голос у меня будет здоров вот я таким образом вроде бы как ответила на ваш вопрос а дальше с взрослением своим с общением с людьми я стала видеть еще картину допустим директор школы она меня очень любила жила она в военном городке она была женой полковника в общем пригласив меня в гости когда я увидела обстановку в их квартире когда я увидела там потрясающе абсолютно фарфор показывают у меня в кухне сервант здесь стоит фарфор красивый хрусталь на столе стояла огромная хрустальная ваза на бюро стояла какая-то цветочная ваза я пришла домой я маме рассказывала мама Галина Владимировна представляешь у нас была посуда но была очень скромная конечно не такая как у нее и в девичьих мечтах конечно было что когда я вырос то у меня тоже такое будет и правильно говорят что все идет из детства вот это желание многие у меня спрашивают зачем вам столько фарфора зачем вам столько хрусталя а мне это нравится потому что тогда я увидев это я была просто поражена и озорена мечтой что у меня это будет вот складывался такой вот вкус что ли скажем так из того что я видела И differently экскурсии за границу и там я что-то видела и вот это впитывалось 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 а теперь уже просто я действительно не могу представить себе У меня был эксперимент. Я в прошлом году вдруг, ну, все о минимализме говорят, и я думаю, эх, сделаю я минимализм в своей квартире. Я убрала с комода все свои статуэтки, все фигурки, все скульптурки, оставив только хрустальную вазу с цветами. И пока я закончила уборку в квартире, я потом захожу в гостиную, и я не понимаю, у меня пусто. Мне не на что уронить свой взгляд. А так я захожу и смотрю, ой, вот это вот такая красавица, ой, вот это так мило, ой, вот это так хорошо. И меня это наполняет. Я действительно не могу себя представить в качестве минималиста. Нет, каждый сантиметр должен быть заполнен красивыми предметами, которые меня радуют. И, наверное, поэтому у меня большая коллекция чашек фарфоровых. Потому что, когда я вижу красивую чашку, я не могу пройти мимо. Я должна ее обязательно купить. Вот, может быть, это с точки зрения чьей-то неправильно, нехорошо. А мне это нравится. Кстати, совсем недавно я смотрела выпуск на канале Николая Блогера, парфюмерного. И там ему задали вопрос. Зачем вам столько парфюмов? Это болезнь, и ее надо лечить. Я написала свой комментарий, пишу. Я на такие вопросы отвечаю просто. Хочу. Вот хочу вот это все, чтобы было. Представляете, вот у меня теперь есть органза. У меня теперь есть амуаши пик. Ну, я рада и счастлива. Вот сегодня я нанесла на себя дюну от Диора, девочки. Я вся благоухаю. Мне так хорошо. И в час, когда наплывает какая-то грусть, а такое бывает и достаточно часто, да, я иду к своим парфюмам. Да, я наношу. Да, я начинаю читать. И вы знаете, вот вчера, получив в подарок вот эти два парфюма от Роберто Кавали и от Труссарди, я подумала, мне надо сделать видео с коллекцией итальянских парфюмов. У меня их достаточно. И я думаю, это будет интересно. Немножечко возьму истории итальянской парфюмерии, потому что, кто бы что ни говорил, но все-таки первая парфюмерия, по историческим данным, была произведена в Италии. Ну, в общем, я подготовлюсь, конечно, и обязательно вам расскажу. Ой, как я... Мои дорогие, я желаю всем не унывать. Как говорила моя учительница, хвост морковкой, нос пистолетом. В общем, как-то так быть бодрым и воспринимать даже свой возраст с улыбкой. Потому что, если воспринимать его по-другому, как я тут недавно услышала от одной блогера, то ничего хорошего из этого не будет. Желаю всем здоровья, мира, покоя и радости, несмотря ни на что. Любите парфюмерию, девчонки. Пока-пока. Пока-пока.